На окраине Северодонецка горел лес. Сигнал поступил от жителей города, которые заметили задымление. Мобильная группа Северодонецкого лесничества сработала оперативно, однако 1 сотая гектара лесного массива повреждена. Подробности в сюжете. Несмотря на распоряжение городского головы о запрете входа и въезда в лесные массивы, жители города не соблюдают правила пожарной безопасности и продолжают посещать хвойные леса. Впоследствии этому пожар рядом с домом 77 по Гвардейскому проспекту. Сразу после поступления сигнала на место возгорания выехала мобильная группа Северодонецкого лесничества. Полностью провели локализацию данного участка, окопали и залили всю данную площадь, затушили горящие деревья, дабы дальше не распространялся пожар. Чтобы погасить очаг возгорания, 700 литров воды в пожарном модуле не хватило. Работникам лесничества пришлось привозить воду повторно. В данном случае мы использовали ранцы, как на мне, лопаты, окопали место и использовали модуль наш пожарный, там стоит помпа и пожарные рукава мы растягивали. И у нас специально что-то запустили и под напором тушили. Пролей вот кромочку, пройди, вплоть до того, чтобы в бронху налей воды по кромке, там где минполоса. Силу высокой температуры и отсутствия атмосферных осадков, это бы привело к увеличению площади, значительную территорию и вследствие верховой пожар. Вопрос стоит очень остро, потому что 90% пожаров случается по вине населения. Вот, в данный момент запрещено полностью посещение лесов. Это и вход, и въезд, и с собакой гулять нельзя, и в спортивных целях, и в целях отдыха посещать лес запрещено. Напомним, ранее служба ГСЧС информировала о наивысшей степени пожарной опасности. Екатерина Тырина, Александр Буряк, ПОДИИ. Субтитры создавал DimaTorzok